Дорогие друзья, мне очень приятно то, что я могу вас поздравить с новым 2020 годом. Я очень надеюсь, что 2020 год, красиво звучит, да, 2020, принесет вам много счастья и сделает для многих из вас Австралию для кого ближе, а для кого лучше. То есть для того, кто уже здесь находится. Если говорить об обучении в Австралии, въезде в Австралию, он стал легче, учиться стало, на мой взгляд, легче. Это большая наша заслуга. Это немножко, наверное, связано с тем, что образование в Австралии в своем качестве в среднем падает. На вас хотят зарабатывать деньги. Вы, люди, которые, иностранные студенты, которые приносите прибыль лечебным заведениям, и правительству этой страны, государству этому. Соответственно, чтобы вас не пугать, думают, что снижая качество образования, ну, немножечко, но постоянно понемножечку, добьются того, что вы будете сюда ехать легче и легче. И в какой-то степени это оправдано. Если бы это было обратное, то, наверное, качество обучения бы не снижалось. Но это объективный процесс, он проходит во всем мире. Это коммерциализация образования. Это сопровождается в то же время объективным процессом сворачивания миграции в Австралию. Никто не говорит о том, что ее не будет вообще. Есть страны, в которые приехать намного сложнее и остаться в них гораздо сложнее. Простейший пример это Соединенные Штаты Америки. Фактически в Соединенных Штатах можно остаться только если вы выиграете зеленую карту. Это никакая не лотерея. Это только кажется. Сидят люди, которые анализируют, кто подался. И кому-то дают, кому-то не дают. Это достаточно большой процесс. Я думаю, что Дональд Трамп только грозится убрать зеленую карту. Я думаю, что зеленая карта это придумана, была очень умными людьми. Просто, наверное, отбора будет меньше и отбор будет жестче. Но зеленая карта сохранится. И хотелось бы, чтобы что-то такое было и у Австралии. Браки в Соединенных Штатах проверяются очень жестко. Поэтому некоторые люди думают, что и в Австралии так. Ну, к сожалению или слава богу, я даже не знаю. Это не так. Но, наверное, какое-то движение в сторону американского пути будет. И беженство, чего, слава богу, в Австралии очень мало. И это будет сокращаться. Это официальная позиция этого правительства. Я думаю, и следующее правительство будет вести себя точно так же. На Соединенных Штатах это практикуется. Но вот кому дают? Я думаю, что в первую очередь дают наиболее талантливым людям, которые в действительности могут действовать в будущем, как пятая колонна против тех стран, которые являются соперниками, политическими соперниками Соединенных Штатов, в том числе, наверное, и России. Это очень такая кухня, в которую лучше не влазить. Потому что очень много мнений и очень много неочевидных вещей, которые на самом деле могут все это дело определять. Поэтому мы, видимо, движемся в сторону какого-то полуамериканского, полусамобытного австралийского пути. Но эмиграция будет, на мой взгляд, уменьшена не на четверть, не на треть, а где-то раза в два. И профессиональная эмиграция это самое главное направление, по которому можно сокращать количество людей, остающихся, плюс увеличивать сроки. Региональная эмиграция позволяет это делать. Соответственно, растягивая сроки в два-три раза, мы, соответственно, уменьшаем эмиграцию как таковую в единицу времени, что является основной целью. Поэтому будьте готовы к тому, что в будущем году сроки будут увеличиваться, расценки будут увеличиваться на все услуги. Это вы видите по 2019 году. Но для нас буттлнек, да, русское место, было въехать в страну. И здесь очень большое достижение. Оно не случилось в 2019 году. Это было уже в 2017 году, в 2018 году. Но в 2019 это стало как правило, въезжают люди по туристическим визам, потом переподается на визе студенческие. И это слава Богу. Вот поэтому это достижение, достижение 2019 года. И наше достижение в том, что мы избавились от людей и от учебных заведений, которые нам мешали. Людей и учебных заведений, которые не являются нашими помощниками и стоят, в общем-то, на пути нашего развития. Мы обрели новых друзей. Мы теснее стали работать с регионами. Мы лучше понимаем наших студентов, а студенты понимают нас. Нас стало не то, чтобы меньше, но мы стали лучше. Вот самое главное, что в деле агента есть, это чтобы у тебя было каждый год всего лишь 100 человек. Но эти 100 человек появятся, эти 100 человек приедут, поддавшись на визу, эти 100 человек станут студентами, и эти 100 человек останутся в стране. То есть ты работаешь со 100 человеками. А можно работать со 100 тысячами, но из них останется всего 10. И ты потратишь очень много времени. Короче говоря, я вот этого пути опасаюсь и не хотел бы его видеть. У нас хорошие отношения сейчас с Россией, с Москвой, и это дает нам новых студентов. У нас хорошие отношения с учебными заведениями в России, и это в действительности творческие, плодотворные такие отношения, но они не для галочки, они не для того, чтобы показать это где-то. Это само собой было и будет делаться, но это возможность каких-то поисков, это возможность каких-то, может быть, может быть, нововведений каких-то путей, которые нам расширят горизонты. Ведь самое, в принципе, важное, это чтобы у вас была возможность сюда приехать, здесь остаться и здесь хорошо жить. Вот это мы и делаем. В наступившем году, в наступающем году, я вам желаю того, чтобы вы хорошо готовились к приезду сюда, чтобы вы успешно приезжали. Главное, как я уже говорю, чтобы если вы захотели, вы это сделали с наименьшими затратами финансов, сил, нервов, с минимальными рисками, то есть с огромным, большим, близким к 100% успехом в вашем деле въезда сюда, эмиграции в Австралию. Мы должны и мы создаем и будем создавать условия, при которых вы будете лучше жить в Австралии, лучше вообще жить. Кто-то, может быть, и вернется в Москву, но это будут люди с достойным уровнем жизни, с большими, если хотите, деньгами, с... это не будут уже какие-то люди чисто рабочих специальностей, разнорабочие, это будут люди, которые в действительности будут иметь, если хотите, элитные профессии. И вот этот путь развития для нас и для вас должен стать самым главным. Так что, дорогие друзья, с наступающим, для кого наступившим 2020 годом, верьте в свою звезду, верьте в то, что у вас светлое будущее и все приложится, надо стараться и надо делать все обдуманно. Вместе легче, чем порознь. Удачи вам и успехов в этом 2020 году. Спасибо. Продолжение следует...